ЖКОМ. Утилита интеграции 1С с репозиториями. Я написал совершенно простенький прототип вообще, который был неудобный, страшный и вообще ужасный. Работать с ним мог только я и сам очень страдал и плевался. Но я его выложил и сказал, ребята, вот есть концепция, я ее криво реализовал, но она приносит пользу, можно работать коллективно с конфигурацией. Нашелся один единственный человек, у меня у этого продукта с самого начала было человек 15 на форуме, которые прочитали и сказали, да, круто. Из этих 15 человек нашелся один человек, который сказал, да, классная идея, отличная, супер. Я гораздо лучше тебя пишу на этом языке программирования, на C++ мы ее писали. Давай я тебе ее всю вообще перепишу, напишу классную утилиту и все будет очень здорово. И он действительно там где-то месяца за 3-4 переписал этот ЖКОМ полностью. И это не он мне слал патчи, а я ему слал патчи. В результате получилась действительно мощная утилита, которой пользовались там десятки тысяч человек. для совершенно других целей, для тех, для которых одна предназначалась первоначально. Почему получилось? Потому что был сделан прототип, не просто голая идея, а был прототип, который продемонстрировал работоспособность идеи. Появляются люди, которые этим продуктом пользуются. Есть какой-то способ помочь, у людей появляется какой-то способ помочь в развитии этого продукта. Для open source это открытые исходники и принимают нуми патчи. И пользователи начинают исправлять, они понимают, что они могут улучшить для себя этот продукт. И они начинают его улучшать для себя. Ну и заодно еще и для всех. Собственно говоря, мы все эгоисты и мы все лучше всего работаем для себя. И этот эгоизм очень неплохо можно использовать для краудсорсинговых проектов, для того, чтобы всем становилось лучше. Собственно говоря, Русъяма так и заработала. В конце концов, Навальный понял, что если наваливаются на одну идею, большое количество людей, то ни хрена не работает. Он пришел в студию GreenSight, заплатил им 200 тысяч рублей. Они написали им прототип Русъямы. После чего Навальный пришел и сказал, что вот, говорит, была 9 месяцев назад идея, вот, наконец-то, значит, два раза пробовали, ничего не получилось. Вот, наконец-то написали. Теперь вот на этом сайте можно ставить точки с ямами, картинки загружать. Вам Русъяма даст шаблон заявления, которым нужно в ГИБДД направить. Давайте, навались. Сообщество. О, классно! За первый месяц 60 тысяч посещений, там десятки сообщений в средствах массовой информации, действительно, был такой вот прям медийная бомба. То есть, простенький сайт, ну, как простенький, в общем, то есть, портотипный сайт, который потом зарабатывали и перерабатывали много, там, много раз. Тем не менее, сама концепция оказалась работоспособной. Я сам, на самом деле, до того, как Навальный не продемонстрировал, собственно говоря, работоспособную Русъяму, я сам очень скептически относился к идее сайта, где можно ставить вот эти точки с ямой. Потому что я не понимал, зачем мне, вот, как человеку, который посылает такие заявления, зачем мне такой сайт, вот, зачем мне туда ставить точки. И Навальный показал вот эту вот идею, что ты поставил точку, а дальше заявление написали за тебя. Вот это было той самой пользой, которую мне поднесла Русъяма, почему я начал там ставить точки. Люди там начали ставить точки, начали вносить туда свои данные. Потому что просто так, поставьте точку, а потом вот по этому шаблону напишите, отправьте, это все полная хрень, это не работает. Собственно говоря, значит, в течение двух лет, которые я занимался координацией Русъяма, здесь, наверное, плохо видно сейчас. Да, к сожалению, здесь там вот освещение. Да, но я попробую сейчас, значит, рассказать. Значит, желтые столбики и синие столбики, детализация это месяцам, то есть каждые пара столбиков это месяц. Здесь указаны два года, значит, вот, где-то вот здесь это, соответственно, зима, то есть это одиннадцатый год, а там дальше двенадцатый. Желтые столбики, которые вот здесь вот высокие, это количество посещений, умноженные на сто. То есть вот здесь вот, значит, тысяча, значит, за месяц сто тысяч посещений в мае, там почти двести тысяч. В июне, там еще больше, сайт был запущен тридцатого мая, по-моему, то есть понятно, да, что вот мае это первые два дня работы. И дальше посещение, вот мы видим, значит, лето-осень, зимой очевидный спад у Росьямы, потому что все ямы под снегом. И потом в двенадцатом году опять легкий рост, но уже явно, что посетителей было сильно меньше. Казалось бы, аудитория падает. Однако, если мы посмотрим на другой показатель, количество ям. Первый всплеск популярности, потом падение. После зимы новый всплеск, по весне все начинают вносить ямы, и ям внесли гораздо, пользователи внесли ям гораздо больше. То есть, все люди, которые заходили на сайт просто посмотреть на красивые или некрасивые картинки, они все это сделали в одиннадцатом году. Посмотрели на ямы, сказали, да, круто, ну, мы это и так без вас знали, все, спасибо, до свидания. А то активное сообщество, которое действительно пользовалось сайтом, те активные граждане, которые, для которых Росяма действительно приносила пользу, за год мы смогли улучшить Росяму так, то есть она стала, то есть в первую очередь я занимался, вот во время координации Росямы, я занимался тем, чтобы пользователю было удобнее вносить яму, чтобы ему удобнее было работать со старыми внесенными ямами, чтобы у него это занимало меньше времени и меньше усилий. И вот мы видим, что эти усилия не прошли даром, люди внесли больше ям. К сожалению, здесь нету статистики за тринадцатый год, я ее не собирал, и очень интересно было бы посмотреть статистику за четырнадцатый год, потому что осенью тринадцатого года была в Росяму добавлена возможность отправки заявлений не по почте, как это было все вот эти вот первые три года, а непосредственно через интернет на интернет-приемную ГИБДД, что просто вот кардинально упростило процесс подачи заявлений, я предполагаю, что в тринадцатом году, наверное, количество ям, по-моему, было примерно таким же, практически не изменилось, а вот в четырнадцатом году, я надеюсь, что их будет больше. Итак, подытожим. Как возникает устойчивое сообщество? Оно возникает в случае, если от проекта есть реальная польза, если проект действительно приносит какую-то ценность людям, если у пользователя есть возможность легко и быстро вложить какой-то кусочек своего труда, какой-то кусочек своих ресурсов, имеющихся у него ресурсов, какие ресурсы человек будет вкладывать, зависит от авторов проекта, естественно. Но задача авторов проекта, во-первых, определить, какие ресурсы для этого проекта пользователи проекта могут сносить, и вторая задача сделать так, чтобы эти ресурсы попадали в проект как можно проще для пользователя, чтобы не создавать у него на пути дополнительные препятствия. Классический пример препятствия, практически непреодолимого препятствия на пути, допустим, опенсорсового проекта. Вот вы написали какую-то программу и ждете, что сообщество начнет вам присылать патчи. Правильные люди прямо сразу выкладывают исходники либо на сайте, либо куда-нибудь в открытом репозитории, на гитхабе сейчас очень удобно. Как делают неправильные люди? Они на сайте пишут, если кому-то нужны исходники, напишите мне по e-mail. Это не работает. Никто не будет вам писать по e-mail. Никому не нужен вот этот дополнительный шаг, дополнительное ожидание, пока вы ответите на e-mail, дополнительное ожидание, пока вы... Еще хуже этого может быть только, если человек все-таки написал тебе, пришли исходники, да, я вот осмотрю, а ты ему пишешь. Ты знаешь, дружище, я тут сейчас их что-то немножко раскорячил, вот, и они у меня в плохом виде, я стесняюсь их выкладывать, сейчас я их причешу там немножко, и скоро тебе вышлю. И вот это скоро тебе вышло, оно закладывается еще на пару месяцев. Через два месяца у человека уже нет интереса смотреть ваши исходники, и даже если вы ему их отправите, что вряд ли, он вам ничего не будет писать. Не оставьте на пути пользователей препятствий. И третий момент – это информационная открытость. Если вы работаете с сообществом, вы должны быть честны перед ним, не надо людей обманывать, не надо... Даже если вы хотите что-то сказать, что вам кажется, будет неприятно для людей, не бойтесь этого. Лучше сказать сразу что-то неприятное, что там пользователи что-то хотят одного, а это входит в противоречие вашей какой-то вот идее этого проекта, сразу скажите об этом. Что нет, ребята, вот у меня концепция другая. Чтобы люди просто определились, чтобы у них не было каких-то ложных надежд, чтобы с вами остались только те пользователи, которые разделяют с вами ваши идеи, которые поддерживают их, и готовы ради именно этих идей вкладывать свой труд. Будьте уважительными к чужому труду. Не надо пытаться получить чужой труд обманом. Тогда в этом случае сообщество будет вам благодарно и благодарным и устойчивым. Откуда вообще возникает такой важный момент, почему-то его нет на слайдах, давайте так голосом проговорим, как вообще, почему вообще сообщество людей, которых вносят какую-то пользу в проект, почему они вообще, такие сообщества становятся устойчивыми? Очень просто. То есть чисто психологически, психологически, вот есть какая-то программа, у человека есть какой-то психологический барьер первоначально для того, чтобы просто начать ей пользоваться, этой программой. Это какая-то новая штука, новый проект, его надо изучить, надо попробовать, у меня может не получиться. Человек преодолевает этот барьер, он уже немножко зацепился. Если вы уже пользовались какой-то программой, то вам сложнее будет, у вас появляется дополнительный барьер для того, чтобы начать изучать какую-то другую программу, которая делает то же самое. Зачем? У вас уже есть программа, у вас уже есть инструмент, который делает то, что вам нужно. Вы уже относительно лояльный пользователь. если же вы нашли какой-то недостаток в этой программе и исправили его, вложили какую-то часть труда в этот программный продукт, то вы садитесь уже на гораздо более сильный крючок. Вы вложили в него частицу себя. Не просто попользовались, а еще и вложили туда что-то свое. И вы уже начинаете воспринимать этот продукт как какую-то часть себя. это вы фактически. На какую-то маленькую часть, но это вы. Расстаться с таким продуктом, расстаться с таким проектом становится на порядок сложнее. Поэтому сообщества, которые принимают, в смысле проекты, которые принимают от сообщества какие-то ресурсы, они оказываются достаточно часто очень устойчивыми. Потому что таким образом эти сообщества, они подсаживают людей, они дают им причастность к чему-то великому значимому. И они дают, ну не знаю, для человека вообще очень важно видеть, что он трубится не напрасно. Что то, что он сделал, оно востребовано. И краудсорсинговые проекты, они дают людям это такую возможность. Спасибо, задавайте вопросы. И пока вопросы, вот мои эти самые социальные сети. Если вдруг кому-то интересно, подписывайтесь, я буду туда, пожалуйста.